Что говорил сын Сталина на первом допросе в немецком плену? В середине августа 1941-го в «Красной звезде» вышла статья о мужестве и героизме командира гаубичной батареи 14-й танковой дивизии до последнего снаряда вместе с бойцами, сражавшегося с врагом. В этой же статье было сказано, что 7 июля за битву под белорусским городом Сенно командира батареи наряду с другими бойцами представили к награде, но сам командир в это время уже почти месяц находился в немецком плену. Звали офицера Яков Иосифович Джугашвили. На допросе сыну Сталина задавали много вопросов, вот некоторые самые, на наш взгляд, интересные ответы. О комиссарах. Первым лицом является, конечно, командир, а не комиссар. До прошлого или до позапрошлого года командир и комиссар были уравнены в правах, но затем пришли к выводу, что должен быть один хозяин, а не два. Вы говорите, что будто бы недавно уравняли в правах политкомиссаров и командиров. Это неверно. По-моему, это неправда, так как в массе своей комиссары в военном отношении, конечно, подчиняются командирам. Это само собой разумеется. К тому же, во время военных действий он будет скорее мешать, чем помогать. Видите ли, если комиссар работает с умом, то его любят и уважают. Но когда он, используя свои права, начинает оказывать на солдата свое давление, то ясно, что он ведет себя формально, скажем, на собраниях, везде и всюду, но, возможно, что в глубине души он его и не уважает. О боевой подготовке и причинах поражений. Обратите внимание на повторение фраз о картах. Карта для артиллерийского офицера – это хлеб. У меня не было с собой карты. У нас вообще не было карт. Карт у нас не было. Все у нас делалось так безалаберно, так беспорядочно. Наши марши, как мы их совершали, организация была у нас вообще безалаберной. Дивизия, в которую я был зачислен и которая считалась хорошей, в действительности оказалась совершенно неподготовленной к войне, за исключением артиллеристов, потому что переходы совершались плохо. Сплошная неразбериха. Никаких регулировщиков. Ничего. Это первое. Во-вторых, вы уничтожали бронемашины по частям. О командовании. Оно никуда не годится, потому что оно отсиживалось в лагерях. Вот и все. Так было целых три года. Переходы совершались не больше, чем на 30 километров. К тому же один-два раза в год. О вооружении и организации. С моей точки зрения армия хорошо вооружена, только не умеют использовать это вооружение. Да, именно так и есть. Вы уничтожали нас по частям, а не в целом. Если бы корпус был организован как единое целое и действовал так же слаженно, как и у вас, тогда была бы совсем другая картина. Об СССР и о том, что было сделано. В России построили собственную промышленность. Россия почти ни от кого не зависит. И ни от чего не зависит. У России есть все свое. Может быть, это делалось за счет недовольства, за счет крестьян, за счет рабочих. И вполне возможно, что часть населения недовольна. Война, в которую Россия была втянута англичанами и французами в 1914 году, эта война настолько ослабила Россию, что мы были совершенно разорены. Неверно будет говорить о 20 годах строительства. Не было собственных кадров, не было технической интеллигенции, профессоров, учителей. За 10 лет нужно было построить промышленность и создать кадры. Я говорю о среднем слое интеллигенции, об учителях, крупных инженерах – это одно дело. Другое дело – средние командиры и инженеры, которых в России было мало, очень мало. За 10 лет нужно было все это создать. Россия не имела никакой интеллигенции, никакой. О союзниках Вермахта. На вопрос, известно ли ему, что Финляндия, Румыния, Венгрия и Словакия также объявили войну Советскому Союзу, Яков Джугашвили рассмеялся. Все это ерунда. Главное – это Германия.